Вы оказались заперты в самом центре гигантского лабиринта. Здесь вас окружают такие же парни, как и вы. Здесь есть еда, вода, работа и даже развлечения. Но ночью за пределами четырех стен на охоту выходят ловкие хищники, способные с легкостью ориентироваться в запутанном лабиринте. А все попытки найти выход не приносят никаких результатов на протяжении долгих лет, ведь лабиринт умеет перестраиваться. Есть ли шанс выбраться из этой тюрьмы, оставшись при этом в живых? Именно это мы и попытаемся узнать, разобрав фильм «Бегущий в лабиринте». С вами киноголик Бережной. Давайте немного побегаем. И предрекаю комментарий в стиле «Чтобы победить Бегущего в лабиринте, нужно быстро бегать». Ха-ха-ха. Давай в этот раз придумать что-нибудь оригинальнее, а то шутить плоскими шутками – это моя прерогатива. Фильм начинается с того, как некто главный герой просыпается в лифте и понимает, что он ничего не помнит. Видимо, у него хороший отходняк от вчерашнего Тоя, где он… Пора завязывать с этим юмором. По прибытию наверх его встречает толпа парней, и один из них спускается к нему, чтобы помочь подняться. Герой пугается происходящего и пытается убежать от толпы, но падает и понимает, что бежать ему некуда. Он окружен четырьмя высокими стенами. За попытку побега его садят в клетку, чтобы он успокоился. Если вы думаете, что герой повел себя как полный трус и паникер, то вы ошибаетесь. Есть такое понятие, как сенсорный шок. При таком состоянии человек теряет самоконтроль и перестает адекватно оценивать происходящее. Причиной сенсорного шока может быть обильное количество поступающей информации в короткий период времени. Бывший грабитель банка Гарри Лоутон рассказывал в своих подкастах о том, что когда его отпустили после долгой отсидки в тюрьме, первое время он буквально замирал от страха, едя в обычном автобусе. А все из-за сенсорной перегрузки, ведь в автобусе ехали другие люди. Что уж говорить об обычном подростке, который ничего не помнит и которого окружает толпа улюлюкающих парней. Ну, новичок? Ты один улыбный матьфакер. К герою заходит эдакий местный вождь, который достает его из клетки и проводит экскурсию, объясняя местный быт. Здесь находятся 60 парней и все они поделены по роду деятельности. Есть фермеры, врачи, лесорубы и самые любопытные ребята – бегуны. Только им разрешается выходить за пределы жилой зоны в сам лабиринт. Там они изучают его и ищут выход в открытый мир. У нас есть три правила. Первое – работай. Второе – не обижай другого глейдера. И самое главное – ноу-хомо. Ты меня понял? А как тогда? На самом деле ему запретили выходить за пределы жилой зоны, но он, ведом и любопытством, уже через пару минут пойдет посмотреть на гигантские ворота, где его остановит злая морда. На кипиш сбегаются все жители квадрата, и тогда герой возмущается, почему ему не рассказывают, из-за чего ему нельзя выходить наружу. Но тут воротам надоедает слушать истерику героя, и тогда они закрываются перед этим, смачно рыгнув на кипишных ребят. Насколько же нужно быть избранным главным героем, чтобы сходу попытаться нарушить самое главное правило общины, в которой ты пока еще никто? Ты попал в новый коллектив, в незнакомые обстоятельства. Прежде чем лезть во все тяжкие и совершать необдуманные поступки, стоило бы освоиться, ведь ты здесь даже дня не пробыл. Одно из главных правил вхождения в любой коллектив – не нарушать сложившиеся устои. По крайней мере, пока ты являешься пустым местом для остальных. Ночью герой уклеится вечно молодой, пытаясь споить его местной барматухой и, так сказать, принять его в свои ряды. Естественно, нет. Он рассказывает о ночных обитателях лабиринта, именуемых Гривусами. Потом, из-за неудачных обнимашек с мордатым, герой ударяется головой и вспоминает свое имя. Во-первых, за эти вот обнимашки фильм получил награду за самую лучшую драку. Просто живите теперь с фактом того, что ваша драка с младшим братом тоже может быть номинирована на престижную награду. Во-вторых, не стоит верить киношному мифу, что удар по голове может вернуть память человеку. На практике это приведет лишь к ушибам и сотрясению. Еще раз, не стоит бить себя по голове в надежде вспомнить, где ты оставил свой телефон, поищи его в кармане. Утром Томас донимает молодого расспросами о способах выбраться из квадрата, но тот отвергает их все. Просто поверь мне, все, о чем ты думаешь, мы уже испробовали. Единственный выход через лабиринт. И мы, пожалуй, не станем останавливаться над вопросом поиска альтернативного выхода из квадрата и продолжим дальше, вернувшись к нему чуть позже. Томаса отправляют в лес за удобрениями, где он находит могилы с костями людей. Внезапно на него нападает один из бегунов, который буквально слетел с катушек. Он в чем-то обвиняет главного героя и пытается задушить его. Но тому удается выбраться из захвата, и он убегает к остальным, где бегуна обезвряживают с помощью... Орудия для копания земли с длинной рукояткой и широким концом. Под одеждой бегуна находят след от жала Гривера, и тогда его ведут в клетку для дальнейшего решения его судьбы. Не знаю, использовались ли эти тела в качестве удобрения, но в теории это могло бы быть. Так даже было бы лучше в условиях полной изоляции и ограниченности ресурсов. Так, к примеру, в Америке есть компания Recompose, которая предлагает буквально преобразовать труп человека в удобрения. Как вам такое, а? Хотели бы стать удобрением после смерти? Давайте будем честны. Хрен бы этот персонаж вышел на какую-нибудь Кимуру в этой ситуации. Да и я сам бы не вспомнил свои немногие занятия под зюдо. Что бы сделал я? Глаза, уши, кадык. Самое очевидное, что можно предпринять, это надавить пальцами на глаза. Второе, резкий удар по ушам. Третье, удар по кадыку. Тут как бы по его виду и поведению заметно, что он не просто по приколу решил побороться. Поэтому свои действия я бы посчитал самообороной. Дальше пройдемся вскользь. По рассказам вождя, раньше Гриверы не атаковали людей среди дня. Ужаленный человек постепенно теряет рассудок, становясь угрозой для окружающих. Ужаленных изгоняют из квадрата в лабиринт на верную смерть. На следующее утро в лабиринт бежит сам вождь, чтобы понять причины агрессии Гриверов. Томас сидит и страдает херней, пока другие работают. Работаем. Здесь не место халявщикам. Такая работа. Вот такая работа. Просто лучший работник года. И вот, наконец, герои собрались у входа и ждут возвращения ушедших. И когда ворота закрываются, появляется один бегун, который несет на себе тело вождя. Он не успевает, и тогда Томас, повинуясь импульсивному характеру, забегает в лабиринт. Ворота закрываются. Томас осматривает вождя, и оказывается, что того ужалили. Но не из-за этого он находится в режиме бревна, как твоя бывшая, а из-за камня, которым его выключил этот бегун. Для простоты буду называть его Кайрат. Кайрат решает уйти и спрятаться без вождя, но Томас уговаривает взять его с собой. А теперь давайте трезво взглянем на произошедшее. Кайрат и вождь забежали в лабиринт, где вождя ужалили, и чтобы тот не представлял угрозы, Кайрат выключил его камнем по голове. После этого он взял вождя и понес его к остальным. Где из-за этого самого вождя и не успел зайти обратно? К чему тебе вообще было тащить на себе это тело, если ты прекрасно знаешь, что ужаленный человек обречен на ссылку в лабиринт? Да и к тому же ты самый главный бегун. По сути, один из самых значимых людей в квадрате. Я это к тому, что потерять одного человека намного лучше, чем потерять двух. Так что на его месте я бы оставил ужаленного вождя и просто вышел к остальным, рассказав, что случилось. Тем более, что оставшись в лабиринте, он сам не горит желанием нести вождя, будучи даже вдвоем с Томасом. Нельзя бросать его здесь. Да ты заебал. Герои останавливаются, чтобы решить, куда можно было бы спрятать вождя. После короткого спора до Томаса нисходит озарение, и он догадывается использовать свисающие со стен Лианы. Будто бы дети Тарзана, герои поднимают вождя наверх, но появляется Гривер, который действует на Кайрата, как камера на незаконном тое, и он сваливает, оставив Томаса с висящим телом. Но тому везет, как продажному блогеру в онлайн-казино, и он находит в стене выемку, как раз в тот момент, когда выходит Гривер. Он привязывает вождя к другой Лиане, и выходит в лабиринт, где на него нападает затаившийся враг. Путем только богу ведомых перемещений в лабиринте Томас пересекается с Кайратом, и тогда не находит закрывающуюся секцию лабиринта, где можно было бы спрятаться. Но герой жаждет крови. Поэтому он приманивает Гривера и бежит в закрывающийся проем, где Гривера постигает судьба тусовщиков из коллекционера. Ну зачем вы возитесь с ужаленным вождем, когда вы знаете, что вы никак не сможете ему помочь? Ну представим, что вы принесли его в лагерь. Там бы он начал устраивать дебош, и вам бы пришлось что? Правильно. Изгнать его в лабиринт, из которого вы пытаетесь его достать, рискуя своей жизнью, Кайрат. В данном случае вождь лишняя забота в и так непростой ситуации. Вы не заметили вот этой выемки? Засудя по наступившей темноте минимум час? Это тот случай, когда невнимательность могла стоить жизни. В ней, как мне кажется, достаточно места для двоих человек. Так что, возможно, стоило просто оттащить вождя в сторону и провести ночь вместе. Я знаю, как это ужасно звучит. Да. Дальше снова пройдемся по-быстрому. Но я не виноват, что большая часть фильма – это просто разговоры и все. Я наложил в штаны три раза, пока меня не достали из ямы. Утром герои вышли из лабиринта, и Кайрат рассказал всем, что Томас убил Гривера. Собирается собрание, на котором мордаты предлагают наказать Томаса за нарушение правил. Кайрат советует посвятить Томаса в бегунцы. Внезапно не по графику поднимается лифт, в котором лежит долгожданный подарок. Объект группового изнасилования держит в руке записку, на котором написано, что она последняя. Она называет имя Томаса, после чего отключается. Лифт не уезжает, что говорит об остановке снабжения квадрата. Томас хочет пойти к мертвому Гриверу и обращается к бегунам за помощью. Но после недавних событий они переквалифицировались в сыкунов, и поэтому приходится собрать свой собственный отряд первоклассных спортсменов. В лабиринте из Гривера они достают странный предмет, который показывают на еще одном собрании. Томаса официально назначают бегуном. Ну это же просто пересказ. А ты чертовски наблюдателен, мой юный друг. Наконец-то мы дошли до момента, когда действительно можно подумать. Кайрат показывает Томасу модель лабиринта и говорит, что лабиринт имеет свой цикл изменений, который он полностью оббежал, но не нашел никакого намека на выход. То есть три года бегунцы просто бегали в лабиринт, тратя свое время на поиски мифического выхода. Очень крутая стратегия, ребята, молодцы. Просто искать выход из гигантского лабиринта, который при этом меняется каждый день, такая себе задумка. Давайте теперь вернемся к идее поиска альтернативного выхода из этой ловушки. Я хотел бы предложить несколько очевидных вариантов. Идем поверх. Дело в том, что у вас есть все необходимое, чтобы соорудить примитивные подобия строительных лесов, с помощью которых можно забраться на самый верх стены. Оттуда можно было бы увидеть весь лабиринт сверху, подметив для себя его размеры, окружающее пространство и примерное лучшее направление для нахождения выхода. Для основы лесов можно использовать те деревья, которые растут аккурат у одной из стен. Предположим, вы забрались наверх, а что дальше? Расстояние между двумя стенами равно примерно двум метрам. Я не предлагаю перепрыгивать со стены на стену, это лишний риск. Просто делаем из дерева доску, привязываем к ней лиану, чтобы она не падала вниз, и используем ее для перехода от секции к секции. Далее просто идем в выбранном направлении по прямой и смотрим, что находится вне лабиринта, чтобы понять, как действовать дальше. И никаких отговорок в стиле Путь шахтера? Ну тут все просто. Сооружаем примитивные кирки и лопаты, встаем возле одной из стен и начинаем копать туннель под уклоном. Дальше просто пытаемся целенаправленно копать штольню до талова, не забывая делать крепи для укрепления получившегося туннеля. Таким образом можно попытаться пробиться наружу. Если вы скажете, что у лабиринта может быть фундамент, то вы, наверное, правы. Но учитывая, что в нашем распоряжении 60 парней и бесконечное множество времени, то, думаю, этот план имел бы место быть. Плюс взгляните на то, с какой легкостью они нанесли свои имена на одну из стен. Это, наверное, должно говорить о не самом первоклассном цементном растворе. Наверное. А может и нет. Скажем так. Эти варианты можно было бы рассмотреть в качестве альтернативы бегунам. Можно было бы даже совместить эти способы выбраться, оставив бегунов, но при этом, к примеру, пытаясь забраться наверх лабиринта. Человек такое существо, что из любой ситуации рано или поздно найдет выход. Герои догадываются, что цифра на штуке и цифра на одной из внешних стен лабиринта схожи, и вчерашний Гривер, скорее всего, пришел именно оттуда. Поэтому они планируют сбегать туда на разведку. Просыпается объект и, будучи умной девушкой, поднимается от парней на вышку, отбиваясь камнями и оружием. К ней поднимается... Ну, естественно, он. И там они понимают, что были знакомы в прошлом, но не помнят этого. В кармане у объекта обнаруживаются две ампулы, судя по всему, Ти-вирусом, которые они решают вколоть умирающему вождю. Они не обыскали ее, пока она спала. Они не обыскали ее, пока она спала. Они не обыскали ее, пока она спала. Господи, какой охеренный фильм. Инъекции отключает вождя, и Томаса садят в яму в качестве символического наказания за нарушение правил. После крепкого и удобного сна на голой земле в сырости и холоде, Томас отправляется в лабиринт, ведомый Кайратом, к стене с цифрой 7. Там оказывается, что штука может показывать путь, и они идут на сигнал. Они доходят до тупика, но штука открывает им потайной люк, который их сканирует. Внезапно сканер понимает, что перед ним не Гривер, а два подростка, и закрывает проход. Лабиринт начинает меняться, и герои чудом успевают убежать. Идти в это место без оружия идея не самая лучшая, зная, что Гриверы начинают выходить и днем. Примитивное деревянное копье было бы хоть какой-то теоретической защитой от нападения. По крайней мере, мне было бы просто морально легче хотя бы с простой палкой в руках. Герои возвращаются в Квадрат, а в Квадрате неспокойно. Три других прохода в лабиринт открылись, и теперь ничто не сдерживает Гриверов снаружи. Все сбегаются посмотреть на проходы, и тогда Квадрат штурмуют свирепые хищники. Они убивают всех на своем пути, и тогда герои решают спрятаться в зале совета. Там на них нападает одна тварь, но вождь отрубает стальную конечность Гривера и погибает от его лап. Внезапный набег заканчивается, и герои выходят, чтобы оценить масштабы бедствия. Я не понимаю, почему эти парни, которые знают о плотоядных хищниках вне Квадрата и знают о том, что они начали нападать днем, не разработали слаженный план действий на случай атаки Гриверов на свой дом. Как писал Сунь Цзи в своем «Искусстве войны» Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. Ну, для понимания важности плана на случай атаки не нужно быть китайским стратегом. Нужно просто иметь немного мозгов. Самое глупое, что можно было сделать в данной ситуации, так это разделиться и побежать небольшими безоружными группами к открывшимся проходам. И ежу должно быть понятно, что грядет что-то нехорошее. Поэтому первым решением было бы вооружить всех и каждого. Лучшее оружие – длинные и острые копья, которые можно кидать и бить на расстоянии. Ну и вот эта вот брага, которая оказывается очень хорошо горит, тоже отлично подойдет. Борьба с ловкими и быстрыми тварями на открытой местности – верный путь к полному вымиранию. Самое выгодное место для самообороны в данном случае – это лес, в котором ловкость и скорость гриверов не играла бы такой большой роли. А не вот эта вот куча веток, скрепленная птичьим дерьмом для прочности. Из-за факта, что ужаленный вождь, получивший инъекцию из кармана объекта, вспомнил свое прошлое, а так оно и как бы было, да, Томас решает ужалить себя, используя отрезанное жало Гривера. Он отключается и вспоминает то, что нам, как зрителю, давно было понятно. Они с объектом работали на фирму Порок, которая и устроила весь этот экскремент с лабиринтом. Проснувшись, Томас обнаруживает себя на коленях объекта. Они вдвоем были выбраны козлами отпущения, и теперь все против них. Все да не все. Вечно молодой, кайрат и пышка за них. Прям дримтим какой-то получается. Команда прям огонь. После мотивирующей речи от молодого, их двоих ведут, чтобы принести в жертву Гривером. Да. Взявший бразды правления Мордаты решает, что именно вот сейчас самое лучшее время для жертв. Ведь, как нам известно, все почти по закону очищается кровью, и без пролетия крови не бывает прощения, и вот это вот все вот. Но случается вот это поворот-госпереворот, в ходе которого часть выживших во главе с Томасом уходят в лабиринт, а остальные во главе с Мордатым остаются в квадрате. Я не знаю, каким дебилом нужно быть, чтобы остаться с Мордатым, зная, что это место больше не является безопасным, и что теперь выжить есть только один вариант. Найти выход из лабиринта. Команда бежит к тому самому туннелю с номером 7, но там их ждет Гривер. Тогда Томас заряжает боевой дух товарища, и все они толпой бегут на своего врага. С помощью копий им удается скинуть одного Гривера, но на них нападают еще. В этот момент, благодаря штуке, появляется кодовый замок, и Томас догадывается, что кодом служит порядок, в котором открываются секции с цифрами, о которых ему рассказывал Кайрат. Кайрат выкрикивает объекту порядок, и двери открываются, оставляя Гривера позади. На самом деле, очень неплохой момент с точки зрения атаки на тварь. Томас правильно сделал, что зарядил ребят на агрессию, и крик при нападении придал им силы и храбрости. Но они упускают слабое место Гривера. А оно должно располагаться на брюхе у твари. Это самое очевидное место для ударов. Ведь, если заметить, удары по голове не приносят особых результатов. Впрочем, как и удары по стальным конечностям. Но в целом, герои молодцы в этой ситуации. За дверью герои видят разруху и мертвые тела. И, судя по их состоянию, вечеринка прошла недавно. Скорее всего, сразу же после прибытия в квадрат объекта. Там Томас включает видеозапись, в которой говорится, что солнце сожгло землю, и появился новый вирус, убивающий остатки человечества. С целью нахождения вакцины иммунных людей отбирали и отправляли в квадрат. Где они должны были пройти испытания, чтобы их иммунитет стал еще более иммунным. И чтобы потом из всех них выбрать одного, мозг которого станет источником вакцины. Эх, да. Слава богу, приходит ужаленный мордат и останавливает этот бредовый фонтан своим бредовым появлением. Ну как он появился здесь? Как человек, который ни разу не был в лабиринте, прошел до нужного места, где убил нужного Гривера и достал нужную штуку, а потом натыкал нужный код и пришел сюда? Сука! Боже мой, мне плохо! Какой херовый фильм! Господи, как! Тут даже говорить не о чем было, сука! Мордаты пытаются застрелить Томаса, но того прикрывает Пышка, который хватает пулю вместо него. Мордатова убивает Кайрат. За героями прилетает вертолет с военными, которые забирают их в неизвестном направлении в сторону двух других фильмов. Я наложил в штаны три раза. Вот так мы и выжили в фильме «Бегущий в лабиринте». Пишите, как бы вы выбрались из лабиринта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И загляните в описание, там много полезных ссылок. И напоследок, видите здоровый образ жизни и бегайте, но не в лабиринте. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!